здравствуйте меня зовут марина я живу в городе химки московской области мне 31 год 12 лет работаю бухгалтером и в какой-то момент времени мне захотелось попросить себя в чем-то еще других профессиях направлениях хотел сделать жить в жизни больше хотелось найти другие источники заработка а условиях загруженного офисного графика работы когда каждый день как день сурка просто не хватало сил и времени и вот в феврале 20 года я решила взять паузу в жизни уволилась с работы и начала искать в интернете информацию об источниках пассивного дохода о торгах по банкротству я слышала уже давно еще три года назад когда мы с супругом искали себе квартиру увидели объявление о продаже на электронной площадке по очень привлекательной цене квартиры но подумали что скорее всего это какой-нибудь обман и все давно распределено по связям алексей лифанов предлагал пройти бесплатный пятидневный марафон пройдя который я поняла что возможно есть смысл попробовать себя в этом направлении потому что нарисовалась довольно интересная перспектива заработка для нашей семьи когда мы не будем привязаны графику и место работы и к тому же мы очень любим путешествовать объекты на торгах по банкротству можно найти на территории всей россии поэтому мы приняли решение пройти обучение на курсах олега селифанова по торгам по банкротству где он обещал предоставить пошагово подробный план действий так и оказалось учебный процесс выстроен так что постепенно пошагово я изучала информацию после каждой лекции нужно было пройти тест и выполнить практически домашние задания что очень удобно ну и так как период обучения совпал с карантином и изоляцией в москве все конкурсные управляющие отказывались показывать лоты а покупать неглядя олег строго-настрого не рекомендовал своему обучение так как есть большие риски того что фото выставлено на торгах будут не соответствовать реальности поэтому я решила просто продолжить обучение в теории но после завершения обучения сдав экзамен для получения красного диплома необходимо было стать победителем в каких-либо торгах но потом мое внимание привлекли торги по продаже ювелирных украшений банкрота ао ареал которые находились на последнем этапе и должны были быть завершены через три дня но на сайте т-банкрот не было никакого подробного описания характеристик и фотографий объектов и организатором торгов был не сам конкурсно управляющий а компания о корт я отправила письменный запрос с просьбой предоставить фотографии и на удивление в ответ мне прислали подробный отчет оценщика с описанием имущества и фотографиями оказалось что эти украшения были новыми и с прикрепленными бирками но организатор торгов сообщил что связи с изоляцией они не могут осуществлять показ имущества сами торги проводились 12 марта двадцатого года и за этот период было выкуплено очень много украшений остатки лотов были разной ценовой категории так примеру на последнем этапе торгов стоимость золотого кольца составляла 10 тысяч рублей а по фотографии на бирке был ценник 95 тысяч рублей или например стоимость на этапе была 300 тысяч рублей а стоимость на бирке один миллион рублей и у меня не было совсем понимания смогу ли я получить прибыль с продажи этих лотов в итоге поняла что к сожалению ювелирные украшения можно продать в основном через ломбарды и комиссионные магазины по очень низким ценам я приняла решение что буду участвовать по лотам где точно смогу получить прибыль с продажи украшений хотя бы по цене лома так был выбран лот номер 125 колье яшма золота 585 пробы весом 7 и 26 грамма первоначальная стоимость лота 125 колье яшма золота составляла 24 951 рубль 60 копеек а на бирке была стоимость 95 900 рублей и лот 141 кулон яшма золота 750 пробы весом 9 и 78 грамм которые готовы были выкупить у меня по цене 20 22 тысячи рублей за каждую и помню прошлый опыт участия в торгах я решила не жадничать и указать цену в заявке на два этапа выше еще немного добавив до неровности счета зайдя на торги с ценой 14 тысяч 979 рублей 99 копеек аналогично я поступила с лотом 141 кулоном я указала цену 14 тысяч 379 рублей 99 копеек что также принесло бы мне минимум 5 тысяч прибыли 25 мая двадцатого года в понедельник были объявлены результаты торгов где была признана победителем по двум лотам так по лоту 125 колье у меня был один конкурент указавший всего на 984 рубля 49 копеек меньше чем у меня а по лоту 141 кулон я стала единственным участником торгов 26 мая двадцатого года во вторник помощник конкурсного управляющего прислала мне на email предварительный договор купли-продажи и предложила обменяться подписанными сканами также по электронной почте помощник конкурсного управляющего очень приветливая и доброжелательно все показала рассказал что можно не сомневаться в подлинности украшений так как отчет оценщика проводил профессионал предложил сразу же оплатить остаток суммы подписать оригинал договора купли-продажи и акт приема передачи и забрать имущество далее поехала в антикварный магазин в котором была названа цена немного повыше чем скупка по стоимости лома там мне предложили выкупить это имущество за 48 500 рублей и того общая стоимость приобретения двух украшений на торгах составила 29 359 рублей 98 копеек и того прибыль от продажи 19 140 рублей 2 копейки что составляло 65 процентов от вложенных денег я решила что для первых моей жизни торгов это очень хороший результат и чтобы не терять время продала украшения в антикварный магазин спасибо академии торгов по банкротству за новые направления в жизни нашей семьи на курсах дается очень хорошая теоретическая и практическая база где буквально за руку ведут по всем этапам рассказ о подводных камнях в дальнейшем планирую также по возможности участвовать в торгах так как это довольно интересное направление новичкам порекомендую не спешить сразу бросаться в бой как только получится цп а спокойно изучить весь материал курса чтобы избежать рисков потерять свои деньги